Исполнительной и законодательной власти предстоит приложить немало усилий, чтобы воплотить в жизнь пять инновационных идей президента по созданию наукоемкой экономики. До 1 сентября правительство должно разработать и внести в парламент пакет законопроектов, направленных на совершенствование законодательства по венчурному финансированию, защите интеллектуальной собственности, поддержке исследований и инноваций, а также коммерциализации научных разработок. Президент ждет от правительства конкретный план действий по поэтапному увеличению финансирования науки, причем речь идет не только о госвложениях, но и зарубежных инвестициях. Нурсултан Азарбаев подчеркнул, что необходимо совместно с иностранными компаниями создавать проектные и инжиниринговые центры, повышая эффективность национальной инновационной системы. В своем послании народу Казахстана Нурсултан Азарбаев отметил, что нужно совершенствовать работу госорганов, необходимые обновленные институты взаимодействия государства с неправительственным сектором и бизнесом. А основой правопорядка должно стать равенство перед законом. По словам президента, судебная система должна быть прозрачной и доступной. Но в целом нужно повысить качество работы всей правоохранительной системы. Люди в погонах, наделенные большими полномочиями, должны отличаться безупречным поведением, высоким профессионализмом. Мы в прошлом году провели аттестацию. С этого года мы подняли их довольствие, заработную плату, создали условия для нормальной работы и общество право ожидать соответствующую отдачу от правоохранительных органов. Кроме того, президент рассказал об административной реформе. По его словам, она не должна превращаться в громоздкий процесс ненужного бумаготворчества. Глава государства поручил избавляться от лишнего документа оборота. Он выпускает 50 тысяч. А с 1 июля 2016 года еще надо дать больше самостоятельных органов управления на местах, одновременно усиливая ответственность за результаты повышения подотчетности перед населением. Поручаю правительству совместно с моей администрацией внести до 1 июля текущего года комплекс предложений по этим вопросам. Необходимо внедрить принцип меритократии в кадровую политику государственных предприятий, национальных компаний, бюджетных организаций. Поручаю правительству обеспечить повышение заработной платы государственным служащим корпуса «Б» с 1 июля 2015 года на 15%, а с 1 июля 2016 года еще на 15%.